Свойственные вам функции? Извините, вы препятствуете работе... У нас открытое в Казахстане судопроизводство. Любой человек может войти. Снимать или не снимать, это по усмотрению судиля во время процесса. Так начинается первое слушание по делу настоятеля свято-сергиевского прихода, отца Сафрония. В миру Петр Евтихеев прожил в Казахстане два года, без вида на жительство. И за это время несколько раз подвергался административным штрафам. Сначала вроде не вовремя сдал документы, потом сотрудникам СЭС вдруг не понравилось обычное ведро в приюте. Теперь его судят, выражаясь по-спортивному, за затяжку времени. Только после этого гражданин Евтихеев обратился в отделение миграционной полиции Ильичского района с заявлением о выдаче ему вида на жительство иностранца. 26.02.2013 года ДПЛБ по Матинской области Евтихееву отказано в выдаче вида на жительство иностранца согласно 36, часть 3 закона о национальной безопасности. По словам же адвоката отца Сафрония, обвинение само запуталось в нормах законодательства, указав в деле несуществующую статью. Священник неоднократно пересекался с сотрудниками прокуратуры, миграционной полиции и таможни. При этом у отца Сафрония имеются все документы, кроме вида на жительство. Священник миграционной полиции ДПЛБ в Матинской области Нурсиитов с заявлением о выдворении иностранца за пределы республики Казахстан внес заведомо ложные сведения о наличии административного правонарушения Евтихеева Петровна Владимировича, зафиксированного в протоколе об административном правонарушении 30.02.2012 года. Указанный протокол представлен в суд 15.07.2013 года, подписан не Евтихеевым, а неизвестным ему лицом, о чем он заявил на беседе в суду 22.07.2013 года. Наблюдатель от фонда «Либерти» Галымагилев сегодня надеется, что судья вынесет справедливое решение и не депортирует в Россию человека, который сделал много добрых дел для нуждающихся. В нашей стране все измеряется сейчас, к сожалению, деньгами и очень многие люди хотят, положили глаз на этот приют Радонеж. И рейдерство в нашей стране очень распространено. В защиту Сафрония выступают и жители нескольких поселков Алматинской области. Они собрали сотни подписей. В суде у сторонников священника теперь есть даже представитель уличного комитета Анна Беляева. Он построил у нас дороги, людям он дает воду бесплатно, старикам он помогает, в школе он помогает, а ему помогают спонсоры, понимаете? Государство на копейки денег на это дела не тратит, он у государства внимания не просит. И вот за такие благие дела теперь, понимаете, человека наказать. Помимо захвата земель, по одной из версий у отца Сафрония возникли трения с митрополитом Астанайским и казахстанским Александром, у которого будто есть своя кандидатура на место главы Свято-Сергиевского прихода. Сам обвиняемый в нарушении мирских уставов говорит, что не понимает сути судебных претензий. Люди мне поверили и создали совместно вот этот приют, и дом представлен уникальный по своей возможности, по своей структуре, говорится, что там старики и дети. И я являюсь теперь, отказали меня как опасный преступник, говорится, КНБ. Пока суд отложили на начало следующей недели. Подсудимый Евтихеев говорит, что страшится не депортация на историческую родину. Его беспокоит судьба тех людей, кого приютил Свято-Сергиевский приход.